Христос воскресе! Христос воскресе! По истину воскресе! Христос – Бог наш! Дорогие братья, дорогие сестры, дорогие прихожане, дорогие захожане, дорогие жители нашего города, области, все, кто здесь пришел, братья и сестры, с Пасхой Господней, с воскресением, Христовым. Сегодня перед самой службой меня как-то поставили в тупик несколько молодых людей, которые сюда пришли к храму, к Тройскому собору. Они были на работе, журналисты, и, ну, как положено же перед тем, как какой-то праздник, надо какие-то вопросы задать и записать на камеру. И вот, Владыка, скажите, ну а в чем смысл, в чем праздник-то? А я стою, слушайте, вот знаете, когда прошел пост 40 дней, когда прошла Страстная Седмица, когда человек верующий прожил вот через сердце, через ум, через все свои сосудики, пропустил все то, что происходило, все, что было связано и с Великим постом, и с предательством, судом, распятием Христовым, его смертью. В чем праздник? Ну, кажется, даже ребенку понятно. Но ведь надо отвечать, они же вопрос задали. И отвечать так, чтобы это было воспринято не только ими, а еще теми, ради кого они этот вопрос задают. А действительно, а в чем наш праздник? В чем Пасха? Почему мы радуемся? Чему? Тому, что произошло 2000 лет назад, тому, что произошло за 5000 километров отсюда. Но у нас много что происходит. На нашей земле каких-то больших, значимых событий. Премьер, побед, о которых можно рассказывать. А в чем наш праздник? А в чем наша победа? И вы знаете, ответ настолько понятный, абсолютно доступный. Пришел на ум и на сердце. То, что мы все живем, радуемся, общаемся. Нам хорошо. Но все боимся. Каждый боится. Ну, вот по-честному, признаться, боится смерти. Потому что она наступит, она придет. Потому что мы знаем эту жизнь, а ту мы не знаем. По своему опыту. Да, кто-то слышал, кто-то читал, кому-то рассказывали. Но по опыту мы не знаем, мы боимся смерти. И каждый знает, каждый человек, вне зависимости от положения, от возраста, каждый знает, что она, смерть, к нему придет. Поэтому мы боимся. В разной форме. Кто-то старается заниматься спортом и правильно питаться. Кто-то старается наблюдаться у доктора. Кто-то старается вести правильный образ жизни. А кто-то не старается. Но это может помочь на год, на два, до двадцати, до ста лет мы доживем, если будем стараться. Но она все равно нас догонит, мы от нее не убежим. И что? И вот те, кто читал Евангелие, те, кто в жизни, в церкви проживал, проживает вот эту спасительную земную жизнь Иисуса Христа, тот опытный познал, что именно Христос, Бог, ставший человеком, пришедший на эту землю, Он прожил очень тяжелую, настоящую человеческую жизнь. Тяжелее, чем наши, в каждом поддельности взятые, всех вместе. И Он позволил Себя привести к смерти, осудить, распять, убить. И это Он сделал для того, чтобы победить эту смерть. Он ее победил. Он, быв распятым, сошел душой в ад, Он воскрес. Он воскресил тех, кто в аде. Он потом соединился со своим телом. И знаете, насколько вот много фактов исследуют ученые. Там падал Тунгусский метеорит или не падал. Ищут Ноев Ковчег или ищут, где в Красном море проходил еврейский народ. Но факт воскресения Христова, он засвидетельствован тысячами, десятками тысяч людей. Мы веруем, мы знаем, мы живем тем, что Христос воскрес, Он победил смерть и эту победу нам даровал. Мы сегодня это переживаем. То, что Христос победил смерть. И Он эту победу не унес с собой на небеса, а Он передал каждому человеку, кто верует в воскресшего Христа. Как просто, надо всего лишь веровать в воскресшего Иисуса Христа, жить в соответствии с Его любовью, которую Он нам открыл. И эта победа над смертью, это наша победа. Страх смерти уже не наш страх. Чей-то, но не наш. Потому что Христос воскрес ради нас с вами. Потому что Он воскресший живет с нами и действует в нас. И ждет нас тогда, когда наша коротенькая человеческая жизнь рано или поздно подойдет к концу. В этом наш праздник, в этом наше торжество, в этом наше счастье. И вот с этим счастьем, с этим торжеством хочется каждого и каждую из вас поздравить. Ну и нельзя в этот момент не сказать те слова, которые согрели сегодня наше сердце, и которые будут согревать их в течение грядущих сорока дней. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Поистину воскресе! Поистину воскресе! Христос Бог наш! Христос воскресе! Христос воскресе! Продолжение следует...